Убрать провокационную рекламу. С таким требованием выступил народный депутат Николай Скорик на аппаратном совещании в мэрии. В оппозиционной платформе «За жизнь» по всему городу насчитали более 200 скандальных билбордов с Рабиновичем и Киевой. Партии считают их появление черным пиаром и провокацией политоппонентов. Тут 200 бордов абсолютно без никаких документов. То есть их кто-то расклеивал на чьих-то рекламных плоскостях, кто-то их согласовывал. То есть наша политическая сила будет требовать в этом плане расследований. Наши юристы посмотрели, это четко подпадает под статью Криминального процессуального кодекса препятствования избирательной кампании, вмешательства в избирательную кампанию. Мэр Одессы перенаправил вопрос нардепа в профильное управление. Там заявили, что билбордов в разы меньше – порядка 40. По словам начальника управления рекламой, сейчас идет сотрудничество с правоохранителями. Без них и без решения суда что-либо предпринимать не могут. Мы занимаемся выдачей, аннулированием, продлением разрешений на рекламные носители, рекламные конструкции. В сюжет рекламы нам закон в Украине о рекламе вмешиваться запрещено. Для этого есть правоохранительные органы, антимонопольный комитет защиты прав потребителей. И это черный пиар или это политический пиар, нормальный пиар – это только решение может принять суд. Отмечу, что скандальные билборды разместили в ночь четверга на пятницу. В понедельник они продолжают оставаться на местах. Правоохранители, к слову, уже дали свою оценку по данному факту. Мы откликали одну из властниц вказанных билбордов. Ну и, безумовно, мы понимаем, кому это может быть выгодно. Поэтому мы проверяем вказанных осіб и организуем соответствующим чином работу, чтобы не допускать таких противоправных действий. Больше того, мы вернулись до властников, чтобы вказана продукция была снята.